Приветствую, друзья! Я не стал делать ролик с итогами 2022 года. Год был настолько поганый, что просто неохота вспоминать. Тем более, что все темы мной более-менее оговорены и оценки даны. Гораздо важнее и полезнее сейчас говорить о будущем. Именно сейчас и именно о будущем. Я понимаю, что это может прозвучать излишне оптимистично. Мол, о каком будущем можно говорить из той точки, где сейчас находится страна, где находится вообще все российское общество. Но говорить и думать надо. Иначе так и будем считать патроны и погибших. Самая частая претензия к российской демократической оппозиции – это невозможность или неумение объединиться. Отчасти эта претензия справедлива, но только отчасти. Объединение демократической оппозиции – это не самоцель. Мы ведь говорим об оппозиции авторитарному, а местами и тоталитарному режиму. При таком режиме все ходят с троем, думают одинаково и во всем согласны с вождем. А если оппозиция оппонирует режиму единовластия и единомыслия, то она должна быть многообразной и по-разному думающей. Собственно, я всегда был противником некой единой демократической оппозиции. Зачем? Кто-то выступает за высокие налоги, кто-то за низкие, кто-то за госучастие в экономике, кто-то за частную инициативу. Медицина, пенсии, сырьевая аренда. Миллион вопросов, по которым могут быть и на самом деле должны быть разногласия. На какой платформе объединяться? Кто должен пойти на компромисс со своими убеждениями? Поэтому я всегда считал, что объединение демократической оппозиции может быть локальным и тактическим. Можно объединиться, например, чтобы пойти на выборы. Можно объединиться, чтобы провести акцию протеста или выступить в защиту чьих-то прав. Но объединяться на сколько-нибудь постоянной основе. В этом не было ни нужды, ни какой-нибудь перспективы. Но это было в мирное время. Сейчас есть и необходимость, и платформа для объединения. Она очень конкретная. Это платформа неприятия войны. Я считаю, что сегодня ни одна сила не может считаться демократической оппозиционной, если она не выступает с четких, однозначных антивоенных позиций. Нет ни одной причины, по которой война могла бы быть хоть кому-либо выгодна, кроме действующей власти. Начнем с самого главного. Война убивает. Каждый день на войне гибнут люди. Десятки и сотни человек каждый день. Десятки и сотни тысяч с начала войны. И если украинцы гибнут во имя благородной цели, защиты Родины, то россияне гибнут бессмысленно. Их смерть вообще никому ничего не приносит. Только горе. Горе своим родным, горе тем, кто пострадал от их рук в Украине. Может быть, есть какая-то бесчеловечная математика, которая бы оправдала эти жертвы? Да нет, ее нет. У этой агрессии нет плюсов для России. Война калечит Украину. Но Россию она просто уничтожает. И тут не важно, каких взглядов вы придерживаетесь, какие идеалы вам близки. Если вы патриот России, если страна вам дорога, то вы не можете быть за войну. Собственно, я вижу только одну причину, чтобы кому-то поддерживать войну. В результате окончания войны с высокой степенью вероятности сменится либо режим, либо личный состав власти. Соответственно, если вы являетесь частью этой власти или бенефицаром этого режима, ну или убийцей, который живет чужим страданием, тогда да, в этой ситуации выгода лично для вас перевешивает минусы войны для страны. Но во всех остальных случаях в войне нет оправдания, продолжению войны нет объяснений. И не важно, что является вашим идеалом – величие страны или комфортная жизнь. Война вредит и тому, и другому. Мы уже говорили, война убивает. Убивает в том числе и российских граждан. В первую очередь молодых, здоровых мужчин. Они могли бы жить, работать, создавать семьи, приумножать экономику страны, платить налоги, наконец. Но они не будут, потому что они умерли на войне. Их дети не будут, потому что у них больше не будет детей. А еще на каждого погибшего солдата приходится 10 человек, которые уехали из страны. Уехали, забрав с собой свои семьи, накопления, знания, компетенции, будущие бизнесы, открытия. Многие из них уже не вернутся в Россию. А чем дольше будет продолжаться война, тем большее число из уехавших навсегда попрощаются со своей страной. И будут жить, работать, зарабатывать и приумножать богатства других стран. А те, кто не уедут из России, будут жить сильно хуже. Некому будет создавать национальное богатство, ведь часть людей погибла, часть уехала. К тому же война стоит очень дорого. И вместо гражданских товаров деньги тратятся на танки, ракеты и бомбы. А еще есть введенные в ответ на агрессию санкции. Они будут десятилетиями душить российскую экономику и снижать уровень жизни граждан. В 21 веке война не имеет экономического смысла. Это 200 лет назад, в случае победы, вы получали новые территории с ресурсами, а также золото из казны проигравшей страны. А в 21 веке, в случае победы, вы можете лишь получить право финансировать восстановление разрушенных регионов. Восстановление Донецкой и Луганской народных республик потребует около 3,5 триллионов рублей. Ну или возможность выплатить репарации в случае поражения. Война это разруха, убытки и деградация экономики. Но может быть есть какие-то иные выгоды от войны. Например, геополитические. Вот, например, может быть России нужны новые территории. Не нужны. Мы и так самая большая страна в мире. А плотность населения у нас одна из самых низких. 2 трети России практически не заселены. Зачем нам еще? Те, которые заселены территорией, они недофинансированы. Газ не проведен. Туалет на улице. Нам не нужны новые территории. Уже с имеющимися не знаем, что делать. Но может быть война усиливает влияние России в мире? И на это не похоже. Круг общения российской дипломатии сжимается до стран третьего мира. Китай уже практически официально стал нашим старшим братом. А бывшие младшие партнеры по АДКБ откровенно проявляют неуважение. Война не продемонстрировала величие России. Наоборот, весь мир увидел отсталость, плохую выучку, в том числе российской армии. Что говорить, если самые боеспособные части армии составлены из заключенных, которые воюют под угрозой физической расправы. То есть, что ни возьми, экономику, политику, геополитику, национальную гордость. От войны сплошные минусы. Минусы и для граждан, и для государства. Поэтому просто не может быть реальной демократической оппозиции, которая бы поддерживала войну. Эта война нашей стране не нужна. Эта война нашей стране не нужна. Эта война нашей стране не нужна. Война нашей стране не нужна. Но войны есть еще один аспект. Она ставит под угрозу существование российского государства. В лучшем случае Россия превратится в архаичное и провинциальное по отношению к современной цивилизации государство. В худшем вообще прекратить свое существование. И здесь мы подходим к тому самому разговору о будущем, с которого я начинал этот ролик. Настоящая демократическая оппозиция сейчас может быть только антивоенной, а будущее в России есть только в том случае, если война будет прекращена. Это значит, что в настоящий момент у нас есть и потребность, и программа для объединения оппозиции на антивоенной платформе. 2023 год должен стать для российской оппозиции временем совместной работы по продвижению антивоенной повестки. Отношение к войне против Украины сейчас это единственный стоящий вопрос для обсуждения. Это единственный критерий для идентификации свой-чужой. Все остальные вопросы должны отойти на потом. Продвижение собянинского электронного голосования, прошлая работа в органах власти или даже в АПшечке, тактическое голосование за сталинистов, даже пропутинское спойлерство на выборах. Это все сейчас не имеет никакого значения. Важна только война и отношение к ней. Если сейчас человек против войны, я имею ввиду публично против, то все остальное нужно забыть или отложить в сторону. Вот в моей жизни есть человек, который причинил очень много зла. Украл у меня бизнес, лишил 10 лет жизни, разрушил жизни моих друзей и коллег. Но если завтра Игорь Сечин публично выйдет и скажет, Россия ведет захватническую войну против Украины, агрессию необходимо остановить, украинские территории вернуть, развязавших войну надо отдать под трибунал, то я, конечно, скрипя сердцем, конечно, с большим усилием, но отложу свои претензии к нему. Объединение на антивоенной идеологической платформе – важная и достойная задача для российской оппозиции. Объединение важно для российских граждан. Им важно видеть, что не поддержка войны – массовое, а не маргинальное явление. Им важно слышать, что у них есть перспектива и надежда, но только в случае окончания войны. А еще консолидация россиян на антивоенной платформе очень важна для мирового сообщества. Как я уже говорил, война отбросила Россию на задворки мира. И даже если остановить агрессию завтра, то выбраться с этих задворок без посторонней помощи будет крайне трудно. Именно поэтому именно мировое сообщество будет решать, как поступать с послевоенной Россией. Будет решать, что ему выгоднее – помочь или изолировать, а может быть вообще оставить в деградации. И важным аргументом для принятия решения будет то, какую позицию занимало российское общество в ходе войны. Был ли слышен антивоенный протест или нет? Потому что если антивоенный голос россиян не слышен в мире, то мир по умолчанию считает, что все россияне поддерживают войну. Именно поэтому мы с коллегами по антивоенному комитету обратились с призывом к россиянам за рубежом использовать годовщину вторжения в Украину для проведения антивоенных акций по всему миру. 24 февраля живущие за границей россияне могут показать всему миру, что вторжение в Украину – это война правящего режима, но не российского народа. 24 февраля – это можно очень наглядно заявить около российских посольств и консульств по всему миру. Живущие вне России граждане могут продемонстрировать свое отношение к войне. Но российской оппозиции необходимо это делать постоянно и консолидированно. Это залог выживания и оппозиции, и страны. Счастливо вам. Будущее России зависит от нас. Сегодня это уже не просто фраза.